Микс Ньюс Добрый день, уважаемые слушатели. Олег Пеков, студия и программа «Встретились, поговорили». В нашем городе проходит уже ежегодно такая ярмарка искусств Art Riga Fair и один из стендов этой выставки посвящен Тибету. И вот сегодня в нашей студии как раз художники, авторы этого проекта, с которым можно познакомиться еще до воскресенья, по-моему, до четырех часов будет открыта в Железнодорожном музее. Это Светлана Пилюшина, работающая под творческим псевдонимом Клэр Виталь. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. И Игорь Левин, тоже автор проекта и художник. Добрый день. Здравствуйте. Может быть сначала, ну вот о том, что увидят зрители на вашем стенде. То есть я понимаю, что это будет сочетание и какого-то видеоряда, и фотографий, и вот что это, и почему Тибет? Почему вот именно это место вызвало такой интерес у вас? Тибет у нас вызвала интерес достаточно давно. Почему? Потому что это крыша мира, место на земле, которое ближе всего к небесам. Выставка посвящена скорее не только Тибету, это пути, инерсантум, это алтарь. Но можно представлено на выставке графика, фотографии, фото и объект видеоарта, виртуальная кора вокруг священной горы Кайлаш, занимающая 99 минут. 99 минут, это летофильм, но можно, я понимаю, подойти в любой момент. Можно подойти, можно уйти в любой момент, да. Особенно интересны какие-то моменты, связанные с прохождением перевала, выходом на тропу Кармы, но... Сейчас мы об этом поговорим еще все более подробно. А что для вас, вот, действительно, Тибет, место, куда стремились, опять-таки, все мы знаем, нацисты, Индиана Джонс и Рерих, да. Ну, так как я вырос в маленьком городе Каракол на озере Иссык-Коль, и я часто спал на могиле Пржевальского, потому что великий путешественник умер там от дизентерии. Очень жаль, конечно, но жизнь такая, жизнь богаче с кем? А каким образом вы спали это на могиле? А потому что она там, скажем, никем не охраняется, это самое красивое место в этом скучном месте, кроме самого, собственно, озера Иссык-Коль. И, как известно, Пржевальский, который нам не только подарил лошадь одноименную, да, но он был исследователь Центральной Азии и Тибета, но в Тибет он так и не попал, потому что, скажем, в начале 20 века Тибет был запретным государством, и на границах этого государства стояли пики с головами тех путешественников, которые ослушались, и когда я был еще маленьким, в детстве, собственно, я себе поставил некую задачу пройти туда, куда не пришел великий человек, да, который прославил это место, потому что, собственно, городишко называлось Пржевальский в советское время, и поэтому для меня все это органично. А второе, от Киргизии до западного Тибета, Дангари всего три дня пути на машине, это очень близко. Всего три дня хорошей езды, вот как ездит Клер, и вы там уже, а, например, чтобы представить себе расстояние, если вы поете из Пекина, то путь займет минимум неделю, то есть это гораздо ближе к западному Тибету. А почему он был таким запретным местом, почему туда не допускали путешественников? Там было связано с религиозными или с политическими причинами? Причины были те же, что и в Китае, вот этой последней династии Цин, потому что они не желали эти общества архаичные развиваться, они не хотели пускать. Собственно, это то, что в какой-то мире происходит сейчас с некоторыми странами в широком диапазоне от Ирана до России. Это попытка, скажем, сдержать вот этот ход прогресса, который не кажется прогрессом некоторым. И, скажем, привычка к авторитаризму. Очень хотелось, скажем так, тем, кто управлял Тибетом, сохранять эту власть, не допустить вредных влияний, веяний, которые они считали разрушительными. То есть здесь вера ни при чем от лукаута. Но Рерих-то был, мы же все вроде знаем по картинам горы, и считается, что Рерих там уж точно побывал. Это было совершенно невозможно. И мы видим те же самые горы, которые мы видели из Тибета. Но сегодня это, конечно, легко попасть в Тибет относительно. А Рерих видел их с другой стороны, потому что Гималайская гряда как раз отделяет Тибет, собственно, расположено на Тибетском плато, от Непала и Индийских штатов, Ладакха того же, куда, собственно, поместил Малый Тибет Рерих. Это его выражение, и оно очень укоренилось. Но на самом деле исторически никакого малого или большого Тибета нет. Есть один Тибет из четырех исторических провинций. Уцанг, там, где Лхаса, Нгари, там, где гора Кайлаш, и Кхам и Амдо восточные. Две провинции. И, собственно, мы вот путешествовали, сколько было сил, по всем этим провинциям. И, конечно, мы что-то упустили, но в основном мы были везде. Я видел совершенно потрясающие фотографии, фотографии людей, которые там населяют. Это такие портреты совершенно, кажется, ну, как будто бы иногда, ну, чуть ли не пришельцев из другого мира. То есть вот настолько такие выразительные и непохожие на европейцев лица. Вот насколько эта культура, насколько эта жизнь там отличается от того, к чему мы привыкли? Она абсолютно отличается от того, к чему мы привыкли. Ничего общего нет ни в едином шаге, ни в едином моменте. Лица – это особенность, наверное, тибетцев. Они живут действительно на плато в своей стране, настолько необычные в климатическом плане, в энергетическом плане, среди чистых гор. Ну, высота еще? Высота. Нулевая точка в Тибете – это 3600 Талхаса. Талхаса, самая низкая. Талхаса. Да, это та долина, в которой все светет. Дальше в горы все гораздо сложнее. Не пейзаж ни одной травы. Но лица ясные, сияющие. Естественно, люди, как везде люди, бывают разные. Но основная масса – это удивительная чистота, глубина, ясные взгляды детей. Я смотрю на некоторые портреты уже по истечении времени и понимаю, что этому ребенку совершенно не 8 лет, а ему, наверное, 100 лет. Вся жизнь в его глазах, вся мудрость мира сияет. Он берет меня за руку, маленький мальчик в монастыре, там есть одна фотография, проводит, проводит экскурсию, переходит на мой язык. Я стараюсь на тибетском что-то, спасибо, рассказывает о каждой танке, почему она, в каком году она в монастыре появилась. И вот это вот о мальчике-перерожденце возле Монасаравар озера. И там каждая фотография связана с целой историей. Сияющий путник, который у всех вызывает удивление и восхищение, он уже получил название «Грибок». Это путник, который идет своими ножками до Кайлаша от Лхасы в течение нескольких месяцев для того, чтобы пройти кору вокруг священной горы. Но лицо его сияет, он идет пешком, тысячи километров. А некоторые проходят этот путь пластанием. То есть пластание – это особый тип бесконечной вот этой молитвы в пути, когда ядри ложится на землю, совершает несколько движений руками, два движения, руками очищающих пространство перед ним. Потом встает, делает два шага примерно по длине тела, снова ложится и так бесконечно. И таким образом люди идут 600-700 километров до священного места, потому что гора Кайлаш не единственная священная, есть еще и Амимачен, например, Ченрези, их достаточно. И потом возвращается, проходит кору таким способом, причем несколько раз, потому что это такая возможность удивительная для людей, которые живут далеко. И потом они возвращаются пластанием обратно. Это иногда занимает месяц, они просто бывают изранены в кровь, и у них такие очень толстые фартуки, знаете, как мясники носят, но они из кожи. И вот они иногда протерты до дыр. И на руках такие специальные, скажем, накладки, вот как боксерские лапы, потому что пластаясь, они стирают себе руки. Причем они, когда совершают это паломничество, они не имеют права ничего просить. И рассчитывают только на себя в местности, где даже трава не растет. И вот этот риск просто уметь от голода, это не какая-то выдумка, это абсолютная реальность. Но они могут брать то, что вы им предлагаете. Они не могут просить. И поэтому, если таким путникам другие путники с ними делятся, это очень такая спасительная. Это создает особую атмосферу. Еще до того, как вы к этому месту подойдете. А вы встречали такого рода путников? Бесконечно. И бесконечное множество, да. И, естественно, совсем нельзя поделиться. Это вызывает вот это особое состояние, понимание немощи собственной, что ты не можешь объять необъятное, ты не можешь помочь всем. Потом это сосредотачивает тебя на себе, но не в эгоистическом плане, а в понимании, что изменить мир можно только меняя себя. Сначала нужно начать себя, поменяв себя, возможно, что-то большее. И вот это важно ощутить кожей, а не просто прочитав книжку или увидев какую-то телепередачу. Вот это большая разница, огромная в ощущении, потому что все познается именно этим ощущением. Ну, в этом, собственно, и суть буддизма в Аджрайан. Именно ощущения будут. И путешествие в Сакральный Тибит. Вот как раз по поводу путешествия в Сакральный Тибит вы уже сказали, что в этом фильме как раз таки отражено этот путь, это путешествие вокруг священной горы Кайлаш. И, может быть, вот несколько слов о том, как создавался этот фильм, как вы снимали, что вы снимали, и как монтировали, как выбирали самое главное. Ну, здесь все очень просто. Снимала я его, шла, не дышала. Переходила на точку, которую я сняла, зацепился аппарат в предыдущий раз, у меня есть кадр, я перехожу на эту точку, снимаю дальше, иду, не дышу. И так весь путь, вся внешняя кора. И так получилось, что и внутренняя кора, тропа кармы сама, там есть в объекте видеоарта, потому как после, наверное, такого сложного пути по внешней коре горы меня пригласила, разрешила, пригласила, обняла, объяла. Я шла как будто на прогулке. И вот это вот дыхание, эта энергия этого места притягивала меня в самую священную точку планеты. Если можно, я поясню, собственно, как это технически. Я человек более конкретный, поэтически, да? Потому что моя задача, я, скажем, как раз вот все началось с распределения ролей, чтобы слушателям было понятно. Артист здесь один, это Клер. А я как раз, ну, занимался разработкой концепции и, собственно, подготовкой всех экспедиций. В экспедициях я был как бы лидером экспедиции, А Клер была бессменным врачом экспедиции, потому что она и врач. И это заняло нас несколько лет, потому что началось все с 2006 года, когда мы на своей машине поехали, проехали 22 тысячи километров. Я за рулем. Да, за рулем. А я штурман. И фотограф. И мы, как бы, это было первое, мы сняли пришоты, то есть первое видео, очень плохого качества, пытаясь просто найти точки для съемки и саму концепцию. Это было в 2006 году. В 2007 году мы проехали уже другими маршрутами, причем несколько раз за год. И, кстати, в 2006 году мы первый раз дошли до южного склона горы Кайлаш, где, скажем, начинается… С нахальством, с полным нахальством всех невежцев. Да, невежцев и неофитов, да. И мы, в общем, подошли очень близко, но мы не стали завершать внутреннюю кору, потому что в тот момент у нас, как бы, не было нужного количества завершенных внешних кор. Есть обычай такой, что, скажем, прежде чем идти на внутреннюю кору, нужно пройти 13 внешних. Но на самом деле это вопрос не ритуала, а внутреннего ощущения. Но мы тогда были точно не готовы, это абсолютно точно. И есть еще масса ритуалов, которых люди не придерживаются все равно и не понимают. Например, простят меня радиослушатели, но вообще-то священный обход, священной горы не предусматривает дефекации или еще каких-то актов. Просто так пописать на священную гору не получится. Либо вы учитесь сдерживать свои инстинкты, владеть своим телом, и это обязательно. И прежде вот это подготовка тела, потом подготовка сознания. А в основном, конечно, люди идут как туристы, им все интересно. С российскими флагами мы пометили неоднократно людей. Ну и надо отметить и с швейцарскими всякими. И это такой вот, причем многие популяризаторы, такие как Молдашев, безответственные популяризаторы, они когда пишут ерунду всякую, извините за оценку, они привлекают людей туда, как в Диснейленд. Это очень вредно, как для этого места, так и для собственно людей. Потому что это совсем другой акт, которому мы, например, первый раз в Автоме поняли, насколько мы не готовы и насколько нам требуется работать над собой, чтобы этим заниматься. Ну мы и работали, и занимались. В 2007 году я предпринял попытку очень поздно, в конце октября, так скажем, штурма внутренней коры. Это было очень смешно. Отморозил ногу с гангреной, там попал в господи и так далее. Потом год лечился. В общем, еще лучше понял, насколько глупо заниматься штурмовщиной. Но у меня была задача как бы не с тем, чтобы пройти внутреннюю кору, а там я ставил чисто прикладные цели. Но в общем, крайне неудачно все это получилось. И Клер на меня очень разозлилась тогда. И мы вернулись. В общем, мы договорились снимать фильм, ехать туда вместе в 2010 году. Все было готово. Мы уже были полностью готовы. Но так получилось в 2010 году. Я убежал во Францию. У меня было не до Тибета. Я получал там статусы и так далее. И Клер поехала одна. И в общем, завершила эту работу одна. Прошла в том числе и внутренняя кора. Она очень тяжела тем, что, скажем, финальная точка это ниша сопрастиши с 13 ступами, где хранится прах, покоится прах величайших учителей, йогинов и буддистов, которые достигли вот этого, скажем, реализации радужного тела, последняя ступень в шести йогах Наропы и в практике алмазная колесница Закчен. И это единственное место, где, ну, скажем, есть более-менее достоверные факты достижения этого состояния. Состояние, когда человек умирает, он превращается в свет, если очень коротко, да? Это высшая форма реализации буддизма. И вот там эти 13 ступ на таком, как будто вырубленном уступе, очень узком. Действительно, вырублен внутри скалы. То есть вы видели это всё своими глазами? Я не дошёл, а Светлана дошла и снялась. Ну, видел издалека. И теперь это всё могут увидеть другие. То есть это всё заснято. И ещё, скажем, мы не торопились это публиковать, ну, потому что это иначе было бы тревел муви какой-то. Но дело в том, что уже четвёртый год китайские власти запрещают паломникам вот этот путь внутренней коры. И сейчас абсолютно ясно, что туда прийти будет невозможно. Никогда. Никогда и вообще никогда. Да, это путь закрыт навсегда для всех. Там поставили камеры, и у нас на стенде вы увидите эти камеры как символ того, что око коммунистической партии не дремлет, и нарушить запреты Компартии очень сложно. Хотя формально там якобы поселилась медведица. Якобы. Формально предлог такой. Там якобы поселилась медведица, теперь это опасно для туристов. И они под этим предлогом не пускают. Если вы из Дорчена, вот начальной точки пути, пойдёте в сторону внутренней коры, к южному пути, вас перехватят пограничники, теперь там есть пограничный гарнизон, и в лучшем случае отправят по внешней коре. В худшем выставят за пределы ангаре. Или депортируют. Вот и вся история. И теперь мы считаем, что это предельно важно, дать другим людям, которые никогда туда не попадут, возможность побывать хотя бы виртуально. То есть прийти, можно прийти на выставку, прийти, найти ваш стенд и, посмотрев этот фильм, как будто бы всё-таки виртуально. Да, совершить эту виртуальную кору в этом весь смысл. Мы сейчас буквально ненадолго прервёмся, после чего продолжим разговор. Я напомню, что сегодня в нашей студии авторы проекта «Инер Санктум», который можно посмотреть в Железнодорожном музее на выставке «Арт Рига Фэйр» – это Игорь Левин и Светлана Пилюшина, она же вот Клэр Виталь. Продолжается программа «Встретились, поговорили» о Лепеке в студии. И сегодня мы говорим об очень интересном проекте «Инер Санктум» – это возможность, вот если вдруг вы только сейчас подключились, пропустили, я напоминаю, совершить такое виртуальное путешествие вокруг священной горы Кайлаш. И сегодня в нашей студии авторы этого проекта – это Игорь Левин и Светлана Пилюшина, которые выступают под творческим псевдонимом Клэр Виталь. И вот что даёт Кора? Вот зачем люди совершают это? Что с ними дальше происходит после того, как они совершают вот это паломничество? Ну, общепринято, есть общепринятая версия, есть как бы наше личное впечатление, и немножко разные. Но, собственно говоря, если быть очень кратким, все мы находимся в калипсе сансары, в цепи бесконечных перерождений с точки зрения буддизма. И когда-то Далай-лама очень чётко сформулировал, в чём вот уникальность перерождения человеком. Он когда-то сказал, что шанс переродиться человеком примерно такой же, как у черепахи, которая всплывает посреди Тихого океана, попасть головой в центр спасательного круга, утерянного пароходом. Примерно так. Это очень образно, но, по-моему, это к тому, что мы не совсем ценим перерождение и возможности, которые даёт это перерождение. А, скажем, совершение коры, если очень просто, во-первых, это приводит к осмыслению собственной жизни и очищению от грехов, если можно так выразиться, скорее в нашей парадигме. И достижение, считается, что если 13 кор будет завершено, там есть ещё всякие хитрости в виде коры в полнолунии, она засчитывается за две, и если удаётся всё это завершить внутренней корой, то в следующей жизни уже перерождение потребуется и, скажем, практикующий попадает в нирвану. То есть мы не можем быть уверены точно, но вроде как Клэр Виталий уже в нирване практически одной ногой. О себе я этого сказать не могу. И есть некое личное ощущение, для чего кора нужна. Она обещает за мной вернуться, это меня уже поддерживает. Извините за обобщение, может, Клэр, не согласится, но вначале мы шли туда зачем-то, мы собирались что-то там получить. Вот прямо карманы побольше, открыто они пошире. Ну, как у Стругацких, да? Да, вот знаете, вот сейчас нам дадут, и мы всё поймём. Но оказывается, не всё так просто, как хотелось бы, и получить ничего нельзя, надо работать над собой. Там получаешь вот это ощущение мелочности, глупости повседневной жизни, которой живёшь, от этого становится очень плохо. От щитности бытия. Да, и это на самом деле нокаутирует, и потом мы несколько лет, ну скажем так, провели в глубочайших раздумьях и не способны были на действия. Это, кстати, травмирующий опыт. И потом только... То есть требуется какое-то время, чтобы переварить это ощущение. Ощущение мощнейшее. На моих глазах там бухгалтер, уйгур, мусульманин, который работал в лондонской крупной компании, аудитор, сухой человек, стал писать стихи. И, ну просто, вы можете себе представить, эта степень экзальтации, конечно, невероятная. Потому что, ну, дело не в моём ощущении, это ощущает абсолютно все, кто там был. Невероятный прилив сил, и эти силы невозможно описать. Это нечто новое. Новый тип эмоций, которые ты там испытываешь. И всегда получается, что люди идут за одним, а получают нечто другое, возможно, более ценное, более ценный опыт. А идём мы все за пониманием. Мы просто хотим понять, куда нам идти, где мы находимся, в каком мире, философия не справилась с этой задачей, к сожалению, не смогла объяснить нам про этот мир. Теперь приходится нам самим ножками, ну что делать. Я немножечко дополню, потому как вот тот прилив энергии, который ощущаешь в Тибете, отличается, есть одна особенность, ты несёшь ответственность за каждую свою эмоцию. И ответственность эта наступает зачастую прямо там, на месте. Неважно, если эта эмоция позитивная, ну здесь сложно сказать, плюс-минус всегда весьма относительный, но всегда то, что связано с милосердием, добротой, чистотой, это прилив. Но не дай Бог ощутить злость, ярость. Рикошет в Тибете сработает моментально. Если не настигнет сразу, то настигнет по возвращении с небес. И в энергию вот как образно можно резать масло, как масло там. Вот такое ощущение возникает. Я поясню, что я имел Эклер в виду на примере, когда пытаешься подойти близко, греот со стороны внутренней коры, то слышишь уже вот этот гул непрерывно падающих камней. Это особенность вот этого склона. И когда ты пытаешься подняться к ниши сопростиши, просто камни бомбардируют тебя с невероятной интенсивностью, некоторой величиной с мою голову, некоторой величиной с мой кулак. И у каждого своя тактика, кто-то уворачивается от них. Ну вообще, конечно, правильно просто не обращать на это внимания, потому что это и есть вот тот случай, когда все решается за тебя, попадет это тебе в голову или нет. Точно так же эта традиция проходить по краю над пропастью вдоль ступ. Считается, что если карма у тебя хорошая, ты пройдешь. И по 45-сантиметровой тропинке. Там есть такой участок, он не шире, чем даже полметра нет. А если плохая, то упадешь. То есть, собственно говоря, тоже никакой проблемы нет. Умрешь в хорошем месте. Вот и выясняется все прямо на месте. То есть, проявляется прямо там. Не надо ждать чего-то. Но проявляется и после того, потому что многие и наши личные знакомые, к сожалению, умерли в течение года после совершения коры. И у нас есть определенная статистика в этом плане. И лично знакомые. Я много имею друзей в Европе и в Штатах, у которых тоже есть подобный опыт. То есть, да, карма настигает тебя и не спрашивает, что ты думаешь о всем этом. Это очень ответственный акт. И мы ощутили, вот первый раз, когда были неподготовлены, насколько ответственность эта велика. Но когда мы туда ехали, мы этого не понимали просто. А карма настигает? То есть, эти знакомые были, не знаю, плохими людьми или совершили плохие поступки? Почему это было? Нет, нет. Ну, были причины. В каждом случае, если рассматривать его и постфактум, и даже до того, как вот у меня во время последней экспедиции естественно ехала огромная группа, эзотерики, продвинутые люди, учителя. И йогины. И йогины. Очень высокого уровня. Очень высокого уровня. Но они почему-то решили, что они имеют право. Я их уговаривала, как человек, который был там неоднократно. Вместе с ними прошла внешнюю кору. Они имели право не выходить. Они, вернее, не имели право выходить. На внутреннюю кору. На внутреннюю. Но пошли. Ну, да, пока я спустилась, ну, всегда дается какое-то время людям отдохнуть. Они за сутки, пока я занималась, у меня съемочный день был в цирке энергетическом, прямо перед горой Кайлаш, там эти кадры, когда облака плывут над небом. В этот период времени они решили, приняли однозначное решение, что они выйдут. К сожалению, именно лидер пострадал. Лидер этой группы, духовный лидер, он и пострадал, к сожалению. Это он и умер. Он был самым чистым человеком, но он, видимо, взял на себя ответственность за всех. Тут вот такие тонкие всегда законы энергетические, законы кармы, которые просто даже вот не только Кайлаш, но и Тибет, он дает возможность раскрывать в тебе способности видеть это сквозь. И он открывает, как бы, вот эти вещи взаимосвязи и законы, которые, там, можем назвать условно космическими, которые в обыденной жизни мы не можем заметить и обратить внимание. Поэтому может погибнуть и самый лучший. Это не вопрос личных качеств, а вопрос ответственности, которую на себя человек берет или нет. Он взял на себя ответственность и погиб за всех. Ну, как вот Христос на кресте, собственно говоря. А вот если говорить про сам, ну, вот сам этот путь, я так понимаю, что он состоит тоже из каких-то этапов, вот этот, ну, сама кора, то есть, которые символизируют и человеческую жизнь, да? И внешняя кора, и внутренняя, да, безусловно. Внешняя кора включает три этапа. Это первый этап до долины Бордо, то есть, это долина у северного склона Кайлаша. Это настоящая жизнь, долина Бордо, долина смерти, это перерождение, перевал Далмала, где мы переходим в новую жизнь. Перевал Далмала – это самая высокая точка на внешнем коре. С чем-то там метров, не помню сейчас. Ну, вот, собственно, коротко, если… Да, второй этап западного склона. И всего 53 километра, и, скажем, кибетцы, вот, которые пришли издалека, они стараются пройти эти 53 километра за один день. Вот клев тоже проходит за один день, и я не могу за один день пройти, у меня нет такой физической кондиции. А за два пройти нельзя. Это считается, четное количество дней паломничества считается неверным. Поэтому большинство паломников проходит этот путь внешней коры за три дня. А на внутренней коре очень мало людей, там, в последнее время, ну, может, ну, 15 от силы человек в год, кто совершал внутреннюю гору. А вот этот переход в новую жизнь, вот через этот перевал, там есть ли какие-то свои, не знаю, символы, обряды? Самый популярный обряд – оставлять свою одежду, оставлять свои… Ну, часть одежды, я понимаю. Часть одежды, ну, конечно, не наголову. И человек оставляет одежду, символически очищается от всех своих грехов, оморочений, клешей с прошлой жизни и переходит в новую жизнь с новыми задачами, кристаллизованными вот на самом перевале благими намерениями. Вот это так, что стимулирует. Это как шелуха луковицы, то есть что-то должно отпасть естественным образом на этом пути. И есть определенные ритуалы, что нужно думать о том, когда ты бросаешь эту одежду в кучу, и вот когда ты избавляешься от лишнего груза, прежде всего мыслей, непроизводительной работы ума, это тогда дает тебе возможность что-то получить. Это крайне важно. Ну и вот я нашим слушателям еще раз напоминаю, что все это отражено в фильме, в видеоарте, который можно посмотреть на презентации проекта «Инер Санктум» еще до середины воскресенья, в 16 часов закрывается выставка. А я понимаю, что вы получили даже такое напутствие благословения самого Далай-Лама. Я просто видел фотографии в ваших соцсетях. Да, это был совершенно удивительный момент в моей жизни. Это произошло недалеко от Варанаси, древнейшего города Индии, в Сарнатхе. Проходили учения Далай-Лама, я приехала к нему со своим проектом, со своей графикой, с фотографиями. И, честно говоря, эта встреча произвела на меня неизгладимые впечатления. Это было какое-то откровение. Я вошла в помещение, это было сияние, мне показалось, человек невероятного роста. Потом, когда мы фотографировались, оказалось, что мы примерно одного роста. Но благословение, понимаете, это было такое общение, когда он увидел то, где он рос, как это выглядит сейчас. Я привезла все фотографии со всего Тибета. Когда он увидел эту графику. А он ведь не может... Он не может там находиться. Я ему показала, какие монастыри уже построены, какие монастыри строятся, реставрируются. Вот прямо по всему Тибету. Долго рассматривал. Он чуть не плакал, глядя на свой нарбуллин, косат замечательный. Там, где... Вот откуда ему, собственно, пришлось убегать тогда? Нарбуллинка – это летняя резиденция Далай-Ламы в Хасе. Я дополню, клев. Дело в том, что, может быть, не все радиослушатели знают, но Далай-Лама находится в изгнании в Индии, в Дармасале. И он был изгнан китайскими коммунистами, но, собственно говоря, ему пришлось бежать, потому что не оставалось другого выхода, либо сотрудничать с китайской властью коммунистической, либо организовывать что-то в изгнании. И он выбрал второе. И это трагедия на самом деле, потому что сегодня отношения тех тибетцев, которые живут в Тибете, в Далай-Ламе неоднозначны, к сожалению. Да, многие из них, когда они видят, что мы не провокаторы, не агенты ПСБ... Они раскрывают одежду и показывают портрет Далай-Ламы, спрятанный им. Но за это можно получить жестокое наказание. То есть Далай-Лама – это абсолютно фигура, вызывающая глубочайшую ненависть и агрессию в Китае. То есть у путешественников, таких как мы, проверяют каждый файл на телефоне, каждый файл в компьютере часами длятся проверки. Ну, нам благодаря определенным связям удавалось избегать как-то этого всего. Но вообще, в целом... Но у нас тоже отбирали, например, какие-то книги, где они выискивали упоминания о Тибете. Мы даже не могли понять, что их так раздражало, что они конфисковывали книги. Ну, то есть было... Если будет изображение Далай-Ламы или тибетского флага, то виза будет немедленно отменена и будет немедленно депортирована назад. То есть это все воспринимается крайне агрессивно китайскими властями. Для того, чтобы, например, как мы поехать на машине, нужно получить разрешение 36 различных министерств, согласовать маршрут с разными службами, включая там контрразведку и бог знает кого. Даже водительское удостоверение у меня по каждой провинции было просчитано. Каждая провинция отдельно. Казана, каждая провинция отдельно. Маршрут нам, например, давали... Ну, потому что еще мы ехали по пути, это оккупированная территория Индии, Аксайчин. Но это самый короткий путь из Киргизии. Мы экономили огромное время. Но там даже китайцам не разрешают ездить. И это крайне специальная зона. В 73-м, по-моему, году Китай оккупировал в результате короткой войны с Индией территории. И там одна дорога. И вдоль озера Пангонгцо она идет в одну сторону. Поэтому, чтобы мы проехали, эту дорогу приходится перекрывать, в том числе для военной техники и еще там чего-то. И мы должны быть в этой точке ровно в то время, которое указано. Проехав, например, 1050 километров ровно за 18 часов. Поэтому, ну, скажем, а это практически бездорожье. И это накладывает ответственность. Нужно ехать. Это узкая дорога, по которой только одна машина может проехать. Да, в одну сторону, вдоль озера. И поэтому, либо ты приезжаешь туда вовремя, либо ты будешь там стоять и ждать ровно столько, пока она не освободится. Потому что там двигается в основном военная техника, строительная техника и какие-то такие вот вещи. Гражданских там нет вообще. Там нет гражданского населения. Даже те, кто выглядит как гражданские, это просто демобилизованные военные нуаг. И так там везде, вот в этом регионе. Но зато ты попадаешь очень быстро туда, куда нужно, в западный Тибет. То есть возможности есть. Это все сделать можно. Но это довольно трудно. И поэтому досмотры там жесточайшие, конечно. И любое упоминание Далай-Ламы вызовет агрессию. И когда мы призываем фри Тибет, когда мы с дивана произносим вот эти вот модные хайповые всякие, нам кажется, что это кул, да, фри Тибет, размахивать тибетским флагом, нужно понимать, что люди, которые, поддавшись нашим призывам, выйдут не под какие-то там мифические дубинки ОМОНа, как в Москве, а их схватят, будут пытать, возможно, убьют. Вот это цена того хайпа, который создается на ровном месте. Прежде чем призывать людей освободить Тибет, во-первых, нужно понять, о каком Тибете мы говорим. Во-вторых, нужно понять, как это сделать, потому что нельзя освободить Тибет, пока мы не освободим Китай. Сначала нужно освободить китайцев от гнета коммунистической партии, а я не вижу никаких реальных возможностей сделать это в ближайшее время. Когда вот эта задача будет выполнена, тогда можно и о Тибете поговорить. А пока это совершенно пустые и очень вредные, на мой взгляд, разговоры. А в чем причина, вот почему именно Тибеты Далай-Лама вызывают такую... Ведь я понимаю, что есть же гораздо более, там, не знаю, радикальные диссиденты, которые там выступают против Компартии. А фигура Далай-Ламы, ну, кажется, ну, такой достаточно миролюбивый и не агрессивный. На мой взгляд, китайцы очень прагматичны, и они понимают потенциальную силу вот этого системного ненасильственного протеста, учитывая нынешние возможности медиа и так далее, и вот эту потенциальную поддержку Запада. Единственное, это официально в китайской доктрине указано, что все проблемы Китая исходят только извне, а не изнутри. Изнутри они совсем справились. Они разгромили всю оппозицию, ничего, никакой там оппозиции близко нет. Все уже давно согласны. Они строят информационно-автократическое общество. Это новый вид автократии. На искусственном интеллекте теперь это уже будет основано, и это очень опасное направление движения. И они видят угрозу вот в этой мягкой силе, в духовной силе, в силе веры. Потому что это единственное, что они не могут понять. Поэтому они этого опасаются, пресекают в корне, как им кажется. А эта вера еще живет в каждом тибетце, в каждом сердце. Но знаете, это все не вечно. Это не вечно, почему? Потому что, с одной стороны, это сложные проблемы, которые не имеют простых решений. Вообще никаких. А мы живем в время, когда всем хочется простых решений. Но их нет, их просто не существует. Например, феодальный Тибет, который мы потеряли. Но, честно сказать, мне его не жаль. Это вот это государство закрытое, где Далай-Лама владел тысячами рабов, где ни одно здание не могло быть выше, чем Патала, где Далай-Лама никаким духовным лидером, извините, никогда не был. Это был абсолютно обычный правитель светский. А духовным лидером был Панчен-Лама, о котором сегодня мало кто вспоминает. Ну, переходило Панчене, считались учителями Далай. Да, там были, конечно, нюансы. Но все-таки это было средневековое жесткое автократическое общество. И то, что, скажем, пошли дети в школу, а они крутят хвосты яком, это может быть и хорошо. Но они пошли в китайскую школу, где они учат китайский язык, где им вдалбливают в голову эту пропаганду, и это плохо. И так абсолютно во всем. То, что китайцы реставрировали сотни монастырей, которые сами же и разрушили, ну, наверное, это хорошо. Но как они это сделали? Да, многие... Монастыри превратились в цирк. Просто это настолько безобразно в некоторых случаях, что лучше бы они этого вообще не делали. Чем так восстанавливать, лучше оставить в руинах, как напоминание о своем варварстве. С другой стороны, некоторые монастыри отреставрированы хорошо, и в них есть какая-то жизнь и так далее. То есть все крайне сложно. Причем лучше всего отреставрированы те монастыри, где западные энтузиасты не призывали освободить Тибет, а вот которые каждый день там работают. Приезжают американцы, европейцы, и они руководят, они следят за использованием денег, которые туда поступают. И китайцы им, кстати, разрешают это делать, самым упорным. Вот там все отлично. В том же монастыре Закчен все прекрасно. И там и монахов мы видели, и европейцев, и жизнь там идет. И никто их, кстати говоря, не трогает. То есть это все вопрос энтузиазма и правильного приложения сил. — Ой, у нас на самом деле осталось буквально 30 секунд, и я, наверное, успею просто еще раз всех пригласить на презентацию проекта. Вот Иннар Санктум, который проходит сейчас в Железнодорожном музее, Арт Рига Фейр. До воскресенья 16 часов вы можете совершить виртуальное путешествие, кору вокруг священной горы Кайлаш, и посмотреть на фотографии, которые сделали Игорь Левин и Клэр Виталь. — Спасибо вам большое. — Спасибо. — Приходите на выставку. Спасибо.